Благодарность людям, спасающим жизни. Обычные медики в пандемию коронавируса стали героями. Профессиональный праздник люди в белых халатах отметят в 3 воскресенье июня. Поздравлять их уже начали накануне. Бендер и ДК Ткаченко здесь поздравления принимали представители самой гуманной и благородной профессии. Накануне профессионального праздника чествовали медработников. В этом году этот праздник стал действительно особенным. Уже больше года именно врачи и медсестры принимают на себя главный удар пандемии коронавируса. Указом президента многие из них удостойны высоких правительственных наград. Орденом трудовая слава наградили троих бендерских медиков, еще двоих медалью за трудовую доблесть. Полтора десятка сотрудников медучреждений получили грамоты и благодарственные письма президента. Среди награжденных Алла Шевченко, заместитель главного врача Бендерского центра матери и ребенка, доктор во втором поколении. В профессии уже 15 лет. В этом году, кроме педиатра, она освоила еще и специальность терапевта. Работала в ковид-госпитале. С марта месяца у нас был открыт на два месяца инфекционный госпиталь второго уровня, где мы оказывали помощь не только детям, но и взрослым. Это был, наверное, самый сложный период, как бой, можно сказать. И вот мы, получается, выдержали его стойко. Мы вылечили в течение этого времени 670 человек. Мы этим очень гордимся, потому что быть педиатром и быть терапевтом – это разные вещи. Поэтому я горжусь своим коллективом, очень горжусь. Татьяна Трофимова – врач-пульмонолог. Лечит людей уже больше 40 лет. 37 из них работает в Бендерской городской больнице. Сегодня к ее грамотам и благодарственным письмам прибавилась и медаль «Трудовая слава». Такая высокая награда, в принципе, она всегда обязывает повернуться и посмотреть то, что в этой жизни сделала, и, наверное, наметить какие-то планы на будущее. Потому что это очень высокая ответственность. В принципе, профессия врача – это очень высокая ответственность. И тут, как бы спустя рукаваром, ни работать, ни думать, ни жить нельзя. За последние годы медицина в Бендерах изменилась. Преобразились больничные палаты, появилось новое оборудование. В приемном отделении городской больницы сделали капитальный ремонт. На Солнечном и на Ленинском открыли дневные стационары. Обновили холл центральной поликлиники. Полностью реконструировали детскую поликлинику Поколенина. Уверен, что в ближайшее время у нас будут и дальнейшие изменения и в центре городской больницы, и в центре матери-ребенка, и в поликлинической службе. На это были нацелены все органы власти, президентом, правительством и вероятным советом. Следующие программы разрабатываются, вы об этом знаете. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, как вы стойко прошли этот непростой период. Это был период пандемии. Благодаря вашему самопожертвованию удалось избежать недочисленных жертв. Весь год на базе Бендерской городской больницы работал ковид-госпиталь. Сам больничный стационар рассчитан почти на полтысячи мест. Больше половины из них занимали больные коронавирусом. В среднем в больнице находилось где-то 320-340 человек, из которых в тяжелое время больше 200 были больные ковидом. И около 100 – это больные с другой соматической патологией. И сейчас к нашей радости уже как бы мы надеемся, что третья волна прошла, потому что сейчас мы уже закрыли у себя второй уровень. На сегодняшнее утро в больнице было почти 250 человек, из которых в инфекционном госпитале 36. Ежедневно, не только в пандемию, в больницах, поликлиниках, скорой помощи трудятся и спасают жизни тысячи людей. За высокий профессионализм всем им говорим спасибо, а в подарок – выступления бендерских артистов. КОНЕЦ КОНЕЦ